Здравствуйте! Орхидеи давно перестали быть редкостью на наших подоконниках. До 1995 года орхидеи изымали из природы. Это был очень редкий и очень дорогой цветок. Но потом научились их выращивать в развереях. И сейчас приобрести орхидею больших проблем не составляет. Самая большая проблема – это цена, потому что растение недешевое. Кто отважился купить орхидею, знает, что растение экзотическое. Многие считают растение капрезное. Сразу же лезут в интернет и начинают читать все подряд. Но есть, можно сказать так, полезные сайты, а есть, можно сказать, вредные сайты. Я не хочу назвать их очень вредными сайтами, но эти сайты вам никакой пользы не принесут. Как распознать? Орхидеи – это самое распространенное растение на Земле. На Земле существует более 2000 видов орхидей. И растут они везде. Орхидеи растут высоко в горах, там, где уже лежит снег. Орхидеи растут в зоне вечной мерзлоты. В остальных климатических зонах практически во всех растут орхидеи. Да, на средней полосе также есть орхидеи. Это пальчатокоренники, это гнездовка, это любкодвулистые. Они не похожи вот такими роскошными цветами на своих тропических собратьях. Но строение цветка у них точно такое же. Поэтому, когда вы видите на сайте, как вырастить орхидею, как пересадить орхидею, как заставить свистеть орхидею, вот просто орхидею, уходите с этого сайта. Потому что уход за различными видами орхидеи очень и очень разный. Уважающий себя автор обязательно назовет конкретный вид орхидеи, про который он будет рассказывать. То есть, как заставить зацвести орхидею фаленопсис. Вот это орхидея фаленопсис, вот это орхидея котлея. Даже строения растений разные. Растут они в разных климатических поясах. И для того, чтобы зацвел фаленопсис и зацвела котлея, нужны совершенно разные условия. Цинбидум также не получится заставить свистеть в тех условиях, в каких живет фаленопсис. Когда вы приобретаете орхидею, обязательно узнайте название вида данной орхидеи. Запомните его и уже ищите информацию по данному виду этой орхидеи. И вот я недавно попала на сайт, где, я уже повторяюсь, даже выписала, что предлагают и насколько это актуально, сегодня и разберемся. Хитсад.ру. Все для сада и дачи. Статья на сайте так и называлась, как заставить зацвести орхидею без указания вида орхидеи. У всех орхидей, но у практически, наверное, всех цветущих растений есть одна закономерность. Цвести они начинают после периода покоя. Возьмите наши цветы средней полосы. Осенью они уходят на покой, зимой у них глубокий покой, весной они просыпаются и начинается цветение. То же самое происходит и с любой орхидеей. Она начинает цвести после периода покоя. Но у различных видов орхидеи период покоя очень и очень разный. То есть условия периода покоя очень и очень разные. Например, цинбидум. Его нужно поместить в холодное помещение, не поливать. А вот фаленопсис не имеет ярко выраженного периода покоя. И поэтому фаленопсису не нужно создавать каких-то экстремальных условий, очень сильно отличных от условий нашей квартиры, для того, чтобы эта орхидея зацвела. Так как фаленопсис – одна из самых распространенных орхидеи на нашем подоконнике, и фаленопсис более приспособлен для жизни на наших орхидеях, и фаленопсис более приспособлен для жизни на наших подоконниках, мы сегодня разберем, как заставить цвести фаленопсис. Не просто орхидею какую-то, а именно сегодня будет разговор про фаленопсис. А дальше мы продолжим разговор о том, как заставить цвести орхидеи других видов. Обычно фаленопсис покупают в цветущем виде. Конечно, вот увидев такую прелесть, увидев вот такие цветки, а фаленопсисы сейчас из природы не изымаются. То, что мы видим в магазине, в природе, такого практически нет. Это гибриды, это уже искусственно созданные гибриды, и они, конечно же, более крупные, более яркие, чем те, которые растут в природе. И они более приспособлены для жизни на подоконнике. Купив цветущий экземпляр, насладившись его цветением, орхидея отцветает. И дальше второй раз не у всех получается заставить ее зацвести. Сегодня разберем, почему не цветет фаленопсис. Во-первых, когда фаленопсис отцветает, у них часто очень долго... Вот этот цветонос, на котором держатся цветки, остается зеленым. Вот пока он зеленый, его не обрезайте, потому что орхидея может и второй, и третий раз зацвести на этом цветоносе. Да, может быть, не очень эстетично, когда вот здесь вот эта вот просто такая зеленая палка торчит, и на ней ничего не цветет. Но лучше всего дождаться естественного усыхания, тогда вы его отрежете, либо дождаться повторного цветения вот на этом цветоносе. Что советуют на вот таких безликих сайтах, в безликих статьях, которые говорят вообще про орхидею? Во-первых, здесь советуют ограничить полив, понизить температуру. Ограничить полив и понизить температуру, вот ограничив полив и понизив температуру, мы заставляем растение уйти на покой. То есть мы создаем растению неблагоприятные условия, а на покой растение уходит, в том числе и орхидея, вот чтобы пережить эти неблагоприятные условия. Аналогично вот с нашей средней полосой, почему растение уходит на покой, потому что холодно, потому что зима, и в такой температуре не выживет ни одно растение, оно цвести не будет. Точно самое можно сделать и с орхидеей. Можно ограничить полив, можно немного понизить температуру, если это возможно в домашних условиях. Некоторые, с позволения сказать любители орхидеи, советуют поместить на неделю орхидею в холодильник, и этим самым вроде бы как мы ее стрессанем, и после этого она зацветет. После этого орхидея может не только не зацвести, она может вообще погибнуть. Не нужно так экстремально, не нужно так резко менять температуру, тем более для фаленопсиса. Это растение, которое произрастает в Таиланде, на Бирме, где зимы, и условия, которые вы создадите, поместив в холодильник орхидею, там их просто нет. Вот почему у фаленопсиса нет ярко выраженного периода покоя, потому что там ни зимы-то нет, там нет этих неблагоприятных условий, которые заставляют орхидею идти на покой. Про полив. Поливают орхидею раз в неделю. И орхидея не такая уж и неженка, как принято о ней думать, особенно фаленопсис. У фаленопсиса, вот если можно посмотреть, вот такие вот, как веревки, корни. Это не просто корни. Корень у любой орхидеи тонкий, как нитка. Вот здесь, к сожалению, нет корешка, чтобы мы могли посмотреть, какой корень у орхидеи. Он тоненький, как нитка, и он покрыт губчатым веществом, которое называется веламен. Вот эту вот толщину как раз веламен и придаёт. Для чего это нужно? Там, где растёт орхидея фаленопсис, очень большая влажность. Влажность 95-98%. И эта орхидея растёт не в земле, корень у неё находится не в земле, а она прикрепляется к камням, она прикрепляется к деревьям. Она не паразитирует на этих растениях, она не живёт за счёт хозяина. Она просто прикрепляется. И всё, что нужно для жизни, орхидея берёт из воздуха. Она берёт влагу из воздуха, потому что там очень влажно. Она берёт питательные вещества, а ей нужно совсем чуть-чуть питательных веществ. То же самое из этого влажного воздуха. И для того, чтобы сохранить влагу, когда она растёт в висячем положении, вот этот веламен, он быстро впитывает влагу и потом её постепенно отдаёт корням. Если мы в своей квартире создадим 98-95% влажности, мы сами там просто не сможем жить. Да, многие говорят, что орхидею можно поместить в аквариум, создать вот эту влажность локально как-то и её держать. Но в наших условиях, вот в условиях, если вы в замкнутый какой-то сосуд её поместите, там будут очень хорошо развиваться различные гнилостные грибки, и орхидея просто заплеснет при такой влажности. Поэтому мы выращиваем орхидею не в висячем положении, не в блоке, как называют это профессионалы, а мы помещаем её в горшок для того, чтобы вот здесь внутри горшка какое-то время сохранялась вот эта большая влажность. Орхидею мы поливаем, не льём воду сюда из лейки, а мы помещаем в сосуд, заливаем горшок водой и оставляем на 30-40 минут. Этого достаточно для того, чтобы веламен пропитался влагой и неделю питал орхидею водой. Не нужно помещать в воду орхидею на сутки. Вот именно помещая воду на орхидею на сутки, мы её переливаем, и орхидея жиреет, у неё становятся огромные мясистые листья, но она не цветёт. Если мы сократим полив, то орхидея сразу будет вырабатывать те вещества, которые будут стимулировать завязывание именно цветочной почки. И если она у вас категорически отказывается цвести, нужно ей создать условие, в которое бы она ушла в небольшой период покоя – 2-3-4 дня максимум неделю. Вот для этого можно одну неделю пропустить. То есть мы будем поливать орхидею не раз в неделю, а раз в две недели. Она у вас не засохнет, она у вас не завянет и не погибнет, но вот это вот простимулирует завязь цветочной почки. Как понять, находятся орхидеи в периоде покоя, либо орхидеи находятся в спячке? На концах корней, покрытых виламеном, есть вот такая точка роста. И если она не вот такая зелёная, как весь корень, а более светлая, то вот её сразу видно, что она вот какая-то более глянцевая, она какая-то вот светлая. Вот это говорит о том, что орхидея находится в активной фазе. Если вот такой вот точки нет, и если корень заканчивается вот так вот, не имеет точки роста, а вот просто вот такой тупой кончик имеет, и цвет у него однородный, то это говорит о том, что орхидея находится в периоде покоя. Побывав в периоде покоя, орхидея на 100% цветочную почку не завяжет. А если температура окружающей среды выше 24 градусов, фаленопсис не цветёт. Он цветёт при температуре ниже 24 градусов. У меня фаленопсисы цветут зимой, потому что летом жарко. Они у меня, вот как раз у них вот эта вот спячка приходится на лето, а зимой, когда температура снижается, то мои фаленопсисы уходят в цветение и цветут довольно-таки хорошо. Цветёт орхидея сильная, если она накопила достаточно много питательных веществ. И орхидею подкармливать нужно, обязательно нужно. Подкармливать её нужно именно специализированными удобрениями, потому что орхидея для того, чтобы получить достаточное количество питательных веществ, нужно значительно меньше этих питательных веществ, которые содержатся в удобрениях для комнатных растений, допустим, цветущих. Лучше всего подкармливать фаленопсис минеральными удобрениями. Не нужно имать органические удобрения. Возьмите качественное удобрение, ну, например, удобрение Пакон. И лучше всего брать не ту дозировку, которую рекомендует производитель, а взять немножечко поменьше. То есть брать не колпачок, а где-то процентов 75. Или там, ну, не полколпачка, а ещё меньше. Орхидею лучше не долить, чем перелить, не докормить, чем перекормить. Ещё выписала здесь я один совет, важно, чтобы горшки для орхидеи были прозрачными. Опять-таки вопрос, для какой орхидеи. Орхидеи есть эпифитные, которые, как я говорила, уже растут, прикрепившись корнями к стволам деревьев. А есть и наземные, которые растут на земле, которые растут в страте. Вот, например, это орхидеи котлеи. И как вы видите, у одной горшок прозрачный, а у другой горшок непрозрачный. Зачем орхидеям прозрачный горшок? Корни эпифитных орхидей, в том числе и фаленопсис, имеют зелёный цвет. Они содержат хлорофилл, и они также участвуют в фотосинтезе, как и листья. То есть питание листовое от солнечного света, вот этот фотосинтез, он доступен вот этой орхидее не только листьями, но и корнями. Если мы посмотрим на корни у наземной орхидеи, они ничуть не зелёные, они белесоватые. И вот здесь вот попал на свет, немножечко позеленело, а вообще корни у них... Сейчас попробую раскопать что-то. Вот корни у них белые, и они не участвуют в фотосинтезе, и им совершенно не нужен прозрачный горшок. То есть, если у вас фаленопсис, да, прозрачный горшок нужен, необходим. Но если у вас орхидея не фаленопсис, ещё не факт, что нужен прозрачный горшок. Как определиться, в какой горшок пересаживать орхидею? Вот в каком горшке вы её купили, в такой горшок вы её и сажаете. Купили в прозрачном, сажайте в прозрачном. Купили не в прозрачном, сажайте не в прозрачном. Нужно ли сразу после покупки пересаживать орхидею? нет орхидеи пересаживают крайне редко в том случае когда уже корни настолько вылезли из горшка что они она просто не удерживается в горшке причем после пересадки орхидеи может не зацвести в течение двух лет то есть пересадка является всем фактором который тормозит цветение орхидеи так как же заставить свести фалинопсис много света но не прямые солнечные лучи если у вас южное окно притенять ну допустим поставить не на подоконник а за занавеску около подоконника температура не выше 24 градусов питания никаких помещений в холодильник не надо делать потому что это очень для орхидеи большой стресс я говорю что она может даже не выйти из этого стресса но вот держать температуру на уровне 24 градусов и помните что ни одно растение 365 дней в сутки и помните что ни одно растение 365 дней в году цвести не будет есть у них периоды цветения есть у них периоды покоя полив раз в неделю замачиваем на 30-40 минут между поливными субстрат должен полностью просохнуть помещают орхидею не в землю не в грунт а вот именно субстрат который состоит из керамзита коры ну и иногда вот из мха сфагнума не надо никакого там торфа особенно орхидеи фалинопсис этой пифитные орхидеи не надо ни земли вот покупайте хорошие специализированные грунты потому что есть грунт и вот здесь вот грунт здесь очень много торфа для фалинопсиса вот такой грунт не подойдет а покупайте качественные специализированные грунты именно для вашей орхидеи в данном случае это для фалинопсиса и тогда она у вас раз или два в год будет радовать своим цветением формируется цветонос очень долго месяц два но зато и цветет орхидей до трех месяцев надеюсь мои советы помогут вам справиться с вашей орхидеи если у вас еще нет начинайте разводить орхидеи именно с фалинопсиса потому что это самое простое выращивание орхидеи фалинопсиса сейчас огромное количество можно сделать коллекцию одних фалинопсисов если будут вопросы задавайте с удовольствием отвечу потому что орхидеями в принципе я занимаюсь очень давно и методом проб и ошибок уже какой-то опыт накопила и желаю вам успехов в выращивании этого прекрасного экзотического растения и если все таки одно у вас зацветет вы увидите насколько экзотичные цветы насколько они красивые ими можно любоваться и любоваться hitsa.ru все для сада и дачи уличное кашпо для цветов в них высаживают садовые растения или устанавливают прямо в горшках кашпо из полистоуна он влагостойкий и хорошо переносит любые погодные условия дизайн в виде птичек улита котят щенят и многих других украсит каждый уголок сада цветочную клумбу входную группу или террасу с верандой холодный период года их можно перенести в дом например на балкон также в ассортименте имеется настенное кашпо для ампельных растений и вазоны с катками для крупномеров и кустарников